привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут артур мы продолжаем играть с карим dragonborn мы находимся внутри пещеры честно говоря не помню как она называется как-то замысловато дело в том что в предыдущей серии мы забрали сюда исследуем мир и нашли риеклинга охотника исследуем мир мы как обычно с одной простой целью найти что-нибудь хорошее для себя но в итоге нашли мы не то что что-то хорошее нашли мы вход в какой-то крипту которая нас сюда привела дорога по пещере давайте я сразу покажу как это выглядит тут не всегда была вот такой вот нордская архитектура здесь вот вот она как выглядело по стандарту теперь же так это что такое кожаные сапоги теперь же мы продвигаемся куда-то дальше и там я думаю у нас будет уже проблем посерьезнее не знаю посмотрим бенконгерике большой зал но это очевидно нордские постройки соответственно драугры все дела спорченная книга как-то здесь все развалено это что такое за наскальная живопись ничего мне не говорит и тут тоже самое посмотри ка хорошо что у нас может быть она кругом тут посмотрите вот самое крутое в скариме но за исключением квестов квесты все-таки скариме они далеко не такие крутые как в обливе они причем на несколько порядков хуже именно они не интересны но сам мир сам мир гораздо более интересный и вот так вот исследовать локации в скариме в разы в разы интереснее чем в обливе они там локации все это можно назвать с таким английским словом дженнерик то есть под копипасту все сделаны ничего особо интересного там ждать не может в конце находишь какие трусы счастья плюс 6 а здесь же каждое подземелье это тайна это какая-то история так хорошо давайте мы попробуем взломать в эту сторону не как где-то на 2 на 3 болин под самый конец так возможно отлично хорошо я уже поднаторил открывание замков местным она мне гораздо больше по итогам нравится чем драконе язык больше не миф автор хелла трижды искусная дракон одно лишь слово вызывает перед глазами кошмарной картины померкшие небеса чудовищный рев рев неиссякаемое пламя и не зря ибо в прежние времена драконы были чудовищными созданиями многочисленными и смертоносными однако большинство нордов не знает что на самом деле драконы не были примитивными неразумными существами нет они обладали развитой процветающей культурой направлены на уничтожение либо порабощение всех недраконьих народов обитающих в мире я с этим знаком не понаслышке таким образом логично предположить что у драконов должен быть способ общения друг с другом что они могут разговаривать и многочисленные исследования ученых подтверждают что именно это драконы и делали ибо могучий рев этих тварей даже когда он источал огонь холод или иную смертоносную магию нес себе нечто большее это были слова слова древнего но постижимого языка чепуха скажите вы чистая придурь через червь рьяных ученых я подумал именно так но затем до меня начали доходить слухи обрывки беседы с отважным искателем лежат нам до золота расхитителем гробниц и всегда всегда повторялось одно и то же слово стена и я стала прислушиваться я стала расставлять по местам кусочки головоломки и постепенно приближаться к разгадке тайны в разбросанных по всему скориму древних подземельях захоронениях и иных потаенных местах имеются особые стены черные зловещие стены на которых начертаны письмена столь древние и неизведанные что те кто находил их не смогли даже подступиться к их переводу здесь сердце подсказало мне истину это и есть подтверждение что драконий язык существует разве это могло быть чем-то иным единственное логическое объяснение в том что эти стены возвели древние норды норды жившие в эпоху драконов и каким-то образом из страха или испочтения научившиеся к языку древних чудовищ использовавшие его но на тот момент это было лишь моим глубинным предчувствием мне нужны были доказательства так началось приключение всей моей жизни оно заняло 17 месяцев и забрало жизни трех храбрых проводников и двух наемных телохранителей но я стараюсь не не томить себя мрачными мыслями ибо мои поиски увенчались таким успехом что любые испытания были оправданы за время своих странствий я обнаружила множество древних стен и все мои предположения подтвердились увиденное наводило на мысль что древние норды подражали письменности живших в старину драконов поскольку знаки этого письма напоминали отметины когтей или насечки нетрудно представить себе как величественный дракон бороздит камень символами но нанося их своими огромными и острыми когтями а человек возможно раб или прислужник наблюдает и учится чтобы впоследствии использовать этот язык для собственных нужд осматривая найденные стены я заметила в некоторых словах кое-что необычное они словно пульсировали какой-то силой неизвестной энергией который мог бы овладеть читающих если бы проник в их загадку звучит абсурдно согласно но если бы вы сами стояли у этих стен видели их черноту чувствовали их силу вы бы поняли о чем я говорю к счастью даже будучи завороженной я смогла сохранить достаточно рассудка чтобы записать уведенные мною знаки и пока я этим занималась я стала замечать некую систему в языке систему благодаря которой я могла расшифровать написанное к примеру вот один из переписанных мною фрагментов когда я перевела эти насечки в букву тамриэльского алфавита я получил следующий текст что в переводе на тамриэльский означает здесь лежит ингравар призрачный медведь что искал славы на скорбном поле битвы но нашел лишь смерть и бесчестие позже в другой гробнице я нашла стену со следующей надписью которую можно записать так то так то и в конечном переводе на тамриэльский это значит здесь лежит тело игрифа хладнокровного что встретил свою кончину не в славной битве но от коварного прикосновения к убительной хвори и здесь мы видим систему повторяющиеся слова здесь лежит которые могут означать лишь одно эти стены отмечают самые места древненордских захоронений можете представить как трудно мне было сдержать свое возбуждение все вставало на свои места древние норды использовали драконий язык на этих стенах с вполне определенными целями очевидно одна из них отметить могилу некого значимого лица но какие еще были ли это только могилы или они были предназначены для чего-то еще я решила выяснить это и мои усилия были вознаграждены по достоинству вот что я обнаружил следующий фрагмент можно записать так то что на тамриэльском означает здесь пал коварный тать с корей и жадные пальцы чью голову снес тот самый топор кой он пытался украсть именно здесь мы видим стену которая отмечает место смерти некого значимого древнего норда следующий фрагмент на тамриэльском означает этот камень поставлен в память о злосчастных эльфийских детях соседнего поля что бежали в страхе с острых мечей древнего врага по-видимому данная стена стоит в памяти каком-то древнем и давно забытом событий с истории тамриэля произошло ли это событие на том месте где стоит стена или рядом с ним мы наверное уже никогда не узнаем ну и наконец данная надпись что на тамриэльском означает аэсса поставил этот камень в честь своей сестры тахил пекла чья страсть горела огнем точно красная кузня эта стена а таковых я обнаружил немало была заказана или воздвигнута конкретным лицом в честь значимого для нее человека почему именно в этом месте имела ли она некую важность для умершей или это само место ее смерти и в этот раз похоже ответы затерялись во времени и никогда не станут известны как видите древний язык драконов уже воистину больше не миф он существовал более того он по-прежнему существует и пожалуй будет существовать до скончания века благодаря древним нордам и воздвигнутым ими многочисленным стенам слов но не надо полагаться лишь на мои слова стены стоят в опасных и потаенных уголках скорима и ждут когда их обнаружат они служат мостом между миром древних нордов и нажим может драконы больше не вернуться в наш мир однако теперь мы можем лучше понять их и возможно придет день когда мы даже откроем загадочную и неизвестную силу сокрытую в этих словах какое замечательное исследование вот это была интересная книга учитывая что большую часть всего этого мы знаем и сами тем не менее прочитал я это с большим удовольствием конечно же большая часть зрителей промотают это но те кто прочитали спасибо что были со мной я люблю такие вещи я рад что кому-то они нравятся кроме меня так прикольно но брать не будем я вообще в последнее время беру только нужное что это ключ понятно толково так ну и то есть вы понимаете то что вот эти надписи на стенах они на драконьем языке и пока дракона не ожили пока не пришел дракона рожденный который собственно мог прочитать эти записи ничего они не значили для исследователей ну понятно что там было интересно они как-то разгадывали вот только когда пришли драконы от этих стен появился прок череп коровий похоже жертвоприношения были прибавлены урна судят по этим штукам здесь все таки эти риелинги да вот они довольно таки слабые глупые противники они тем не менее способны доставить неприятности поэтому будем осторожны копье их так засветим примерно вот так наверное пошло перейдет так ну хорошо как то вот так тогда пошло тихо пардон свеприм я предпочел бы не связываться в ближнем бою порвет как тузик греку ты посмотри да да вниз и интересно реально с такого расстояния попасть копье это будет геморрой но очень о полёт смай о я чуть не попало офигеть крутые прямо робин гуды так хорошо опять приступил сюда ну это была ошибка стоит страны ты посмотри как усилий так ладно что мы делаем мы тактика была конечно не замысловато сильный враг на удивление так сейчас мы отдохнем чуть-чуть чтобы он нас потерял и потом клетанем его мощным ударом как-то как-то у них она сейчас похоже как то не сильно я честно говоря бью его несмотря на то что оружие у меня крайне мощное странно какие горел могут доставить неприятности так но грести в начале серии то наше святое правило поэтому сейчас я же скрытный тут у них с этими рееклингами проблемы не постоянно глючат в плане движения анимации у них на похоже пора подзарядить клемма горе как раз на таких врагах но принципе ладно нормально так окей самым серьезным противником справились принципе нам тут необязательно всех чистить мне хочется просто потому что я могу так окей войдет не войдет пошло череп пробил она выйдет я слышу слова силы и очиные головоломки похоже где интересно слову силы тут может быть как раз та самая стена про которую мы читали так вот и она то посмотреть какая-то подсказка судя по всему это видимо знаете чё это наскальная живопись вот именно этих вот маленьких противных засранцев почему я не попал вернее попал на ноги так ну хорошо давайте сначала смотрим эту композицию что же тут от нас требует так и сразу отходим наверняка сработает вон она кстати говоря так нам нужно с этой стороны окей дельфинчик или это харкер не знаю и змея с этой стороны готова опять землю землю трясет толчки эти неприятные так сюда нужен орел а сюда что там у нас было придется пойти посмотреть ой не помню так ну пойдем посмотрим тогда чего уж интересно что за слово силы ну кстати то слово силы которые получили до этого это соты круто я даже изучать не стал потому что там по сути ничего полезного это не было так нам нужен дельфин все готово хорошо это было элементарно ну ну и что то нам дашь ветер циклон это может быть любопытно так магия крики аспект дракона вот наш новый кстати говоря станьте аспект аспектом дракона получил дополнительную защиту чудовищную мощь это просто баф поэтому я даже смотреть не стал несмотря на то что сделал у некоторых это вызвало недовольство что поделать вот такой так далее разрыв души ваш тумпра прорезает плоти раскалывает душу подчиняя волю павшего это против нежести неплохо кстати говоря циклон создает вращающийся циклон который сеет хаос вот это может быть прикольно так и сразу ее в избранную попробуем так что в ящике в ящике отстой но в принципе за этим мы похоже сюда и ходили мне понравилось хотя конечно этих маленьких противных тварей я начинаю ненавидеть примерно на уровне фалмеров а фалмеров я просто ненавижу ух ты что это ох уж эти звуки это еще одна черная книга я понял ну давайте попробуем а тут что выход уже да круто смотри смотрю уже вторая я оказался в другом месте здесь я думаю нас ждут новые опасности изучить тайны знаний черной книги все как всегда хорошо давайте аккуратненько пробираться спрячемся конечно хранитель знаний интересный тут свой потому что того там уже давно убили тут мы еще точно не были я просто до мурашек от этого вида вообще место самое неуютно наверно ваша сила вампира вам растет вместе с голдом да я все сильнее и сильнее голодая хорошо источник магии но мне не нужен просто так аккуратно пересел хорошо смотрю одни книги стены из книг вообще весь такой план интересный а это что такое копии надо бы убрать так оружие элитические стрелы элитические стрелы элитические элитические вот так вот глава 2 что же за место такое там из неба торчат какие-то щупальца япона мать и там тоже смотри офигеть тихо проблемы так а я его наверное не смогу скинуть отсюда в воду с помощью безжалостной силы но по крайней мере это будет довольно интересно попробовать почему бы и нет да слишком тяжелый ну конечно так и что мне тут с тобой делать выход 1 ух ты как я его уработал взглянание изменения маги было бы были бы просто в счастлива скрыть и не понимаешь так налево или направо но пойдем брали пойдем сюда направо лава 3 хорошо у вас тут двое что судя по всему нет но почему-то у меня была полоска жизни нету полную просто так хорошо уехала скажем это что окон а ну да тут же коконы прикольно я просто интересно как она будет любить на мне такой костюмчик да вполне себе мне нравится походим в нем не потому что у нее какие-то крутые показатели а потому что он внешне круто выглядит нам сейчас не очень-то сложно поэтому можно и попривередничать красная книга загадок ух ты еще вот такая вот книжка ведь возьмем и что в итоге сюда мы ходили так понимаю только за этим возвращаемся а вот тут что-то посерьезнее думаю будет не вот этот вода она как картусь какая-то даже блин жутко по моему ну и нафиг такой упадешь все пиши пропала скрытность и здесь наверняка конечно же нас кто-нибудь дождет я там практически не сомневаюсь то есть вон там ходит опять скрытень или это хранитель ищущий жуткая тварь ищущий держи родной ищущий не знаю что это было понял так это похоже иллюзия так у на мать вот первый раз ты развернулся по-настоящему ты можешь давай 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 так извини родной надо бежать а фу ой тихо так и кто же из вас настоящий них невозможно связь а все я понял первый раз это серьезно попал на короче говоря их нужно успеть убить пока они не размножились я что ли так думаю не знаю сами по себе говори не страшные но количеством блин задай вот давай уже ухи по на мать все да ободала первый раз я в открытом бою столкнулся с этими тварями и я кажется начинаю понимать что из себя не представляет то есть если ты достаточно долго дашь ему жить его станет двое потом и трое не уверен конечно по моему это так потом надо будет книги все домой отвезти и там их почитать сласть так хорошо что у нас тут скорее всего нужно найти пару переключателей как обычно и открыть и вот собственно наше знание будет ну это было непросто ну не сказать что дико сложно то есть я даже без брони я все таки надену пожалуй свою стандартную броню но даже без нее справились но даже без нее справились я смотрим внимательно интересно как заперта вот эта дверь просто так представить рот у него зашит что ли тут ничего пока так окей ищем а тут смотри что то вообще новенькое тут я думаю лестница опустится попозже пока что не вижу ничего такого пока что не вижу ничего такого а а а неплохо так и что и где не совсем понятно что произошло но что то а вот теперь там открылось что то явно произошло как то нет не так адепты тоже посложнее как то вот так поставить ну сегодня довольно просто вот золото исповедан меропоедатель из клуба хм теперь надо будет почитать зелье лечения брать не будем а вот открылся центральный проход открылся у меня просто мурашки от этого места оно прямо над нами и и следующая книга вот и оно вроде все стандартно блин глава 4 я думаю это уже выход у нас все не так просто я смотрю да но хорошо допустим в общем главное правило с хранителями насколько я понял ну с ищущими почему-то их хранителями называю увидел бей иначе их станет больше он а мать сколько тут всего да ого офигеть ладно сделаем вид что мы ничего не видели все в порядке жесть вот вот это вот да так интересно сколько тяжело тебя будет убить я думаю пора подзаряжать кленом кури потому что сейчас нам просто будут стучать как то так сохранимся и вперед идущий на смерть приветствует тебя ну в принципе не так уж и сложно обручь истинного тушения окей могло бы быть гораздо хуже блин вот это вот именно иное измерение но именно так и ощущается очень странное место с своими законами так и что вторая тут верни открылась и опять сюда идти теперь похоже на то а это просто офигеть да это очень круто так ладно второй надеюсь будет так же просто как с первым вопрос не успевает вернуться и понять что его убьют до того как его убьют отлично кожа неча это мы возьмем вот это уж хорошо так ну чё как у меня видок модный не скажешь что модный ну ладно пока походим и мы по новой приходим в этот зал и теперь чисто центральный проход мы пойдем вообще ну он не будет теперь поворачивать я думаю давайте попробуем да вот и наша книга выход отсюда нерассказанные легенды это было просто жутко так черный рынок призывает дремора торговцев для торговли с вами одновременно вы можете использовать только одну способность из этой книги то есть мы можем постоянно скинуть какие-то вещи да тайный прислужник призывает дремора лакей который поможет вам с переноской это нам явно не нужно бардовское знание призывает призрачный барабан увеличивающий скорость и этот не прикольно вот это круто и возвращаемся блин это было шикарно просто ой я не знаю мне это наверняка не надоест Скорим ты просто великолепен дополнение Dragonborn ты просто на уровне Скорима не хуже это было просто необычно великолепно и мы оказываемся в том самом зале теперь у нас есть хороший обруч и мы получили интересное умение давайте попробуем его сразу талант черный рынок у меня есть кое-что на продажу что у тебя есть ибонитовая секира ибонитовая стрела ага ибонит ибонит продаешь да а мы тебе продадим мне продать то особо нечего допустим вот это вот продадим потому что мы двуручным не орудуем так хорошо по одежде что амулет зенитара продадим это оставим потому что очень круто выглядит хотя она не нужна нам по сути вот это продадим потому что для магов а у мага деньги кончили ой у торговца кончились деньги понятно ну что давайте на этом заканчивать наверное в следующей серии будем выбираться отсюда нас ждет еще где-то пять пещер и я думаю еще очень много интересных событий не пять вернее пещер четыре по-моему осталось и кроме того там дракон еще летает наружу насколько я помню короче говоря мы тут надолго а потом уже будем разбираться с сюжетными квестами пока что интересует именно исследование и как видите не зря вот такие вот события это по-моему шик надеюсь вам понравилось увидимся в следующей серии с вами был Артур всего хорошего пока 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 в следующей серии